Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Исследования ДНК занимают значительную роль в нашей настоящей жизни, в медицине, в исследованиях наших будущих поколений. И об этом мы сегодня говорим с Ульяной Подгорной, специалистом медцентра «Мама», кинекологом-эндокринологом, и Ольгой Махнёвой, главным врачом медцентра «Мама». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте сначала разберёмся, что же такое ДНК, какую роль эта аббревиатура играет в нашей современной жизни и в медицине. Вера, мы тоже очень рады вас видеть, давно с вами не общались, и добрый день нашим слушателям. Все ещё из курса школьной биологии знают, что ДНК – это дезоксирибонуклеазы, это фрагмент каждой клеточки, которая несёт информацию обо всём организме, хранит информацию, в том числе передаёт будущим поколениям, передаёт от наших предков в будущее. И исследование ДНК позволит в будущем защитить от многих заболеваний. Учёные пытаются влиять на структуру ДНК для того, чтобы изменить ход заболеваний у человека. В общем, это отрасль науки, которая позволит не только диагностировать, но и лечить людей. И вот эта вот великая наука, генетика, она пришла в нашу жизнь и, в общем-то, помогает людям и сегодня. Я ответила на ваш вопрос? Да, я думаю, что да. В связи с этим возникает ещё много других вопросов по поводу этичности вообще подобных изменений, которые мы можем производить с помощью ДНК, анализов и исследований. Но об этом, я думаю, что мы в конце подытожим и ваше мнение слушателям тоже представим. А сейчас мне бы хотелось всё-таки сконцентрировать внимание на конкретном исследовании, которое в том числе проводится в медцентре «Мама». Это неинвазивный пренатальный тест. Да, Ольга Леонидовна, я думаю, что вы нам расскажете, что это такое и зачем его делать нужно. Да, я расскажу о неинвазивном пренатальном тесте. Неинвазивный пренатальный тест – это высокоточный и безопасный ДНК-тест, который на раннем сроке беременности даёт возможность исключить риск развития генетических заболеваний у будущего малыша. Рождение здорового ребёнка – это счастье для каждой семьи. И поэтому мы должны позаботиться о рождении именно здорового ребёнка. Само собой, абсолютно согласна с вами. Насколько я знаю, здесь медцентр сотрудничает с другой клиникой. Что это за клиника и почему был сделан выбор именно в эту сторону? Мы заключили договора с двумя клиниками, с двумя лабораториями ДНК-диагностики. И, скажем, они все интересны для нас. Ольга Леонидовна сейчас поподробнее расскажет про возможности диагностики во время беременности, выявления генетических заболеваний. Для чего это делается? Для того, чтобы родители были информированы. То есть были заранее готовы? Да, и уже принимали решение. А вообще, нужен ли им ребёнок с такой патологией? Смогут ли они взять на себя эту ответственность? И хотят ли? Есть ведь заболевания, несовместимые с жизнью. А ещё хуже, когда рождается ребёнок больной, и он на самом деле сам страдает от этих заболеваний. И, в общем-то, и родители, и государство, они стараются помочь, но на самом деле это большое страдание для всех. Поэтому, особенно те люди, которые столкнулись с такой патологией, либо они слышали, либо знают, либо у них, у дальних родственников, у ближних родственников была такая патология. То есть они вполне могут. Либо на УЗИ что-то увидели, доктор ультразвуковой диагностики заподозрил что-то не то. Есть такая возможность. И Ольга Леонидовна расскажет сейчас про вот замечательную лабораторию. Она расскажет о том, что цены у нас точно такие же, как в этой лаборатории. Можно зайти на сайт, посмотреть и сравнить. Единственное, расходы ещё дополнительные понесут люди на взятие материала, правильное оформление и транспортировку. Потому что транспортировка требует определённых очень важных условий. И лаборатория сотрудничает только с одной компанией, которая удовлетворяет этим требованиям. С транспортной компанией отсюда. Да, да, да. С транспортной компанией. Нам приходится соответствовать этим требованиям. Вот. И Ольга Леонидовна настолько увлеклась этой возможностью помогать людям. Она вот сейчас это расскажет. Спасибо. Ольга Леонидовна, Вам слово. Мы сотрудничаем с лабораторией Геномед. Город Москва. Это центр лабораторной молекулярной патологии. Кровь можно сдать у нас, в нашем центре. Кровь берётся в любое время суток. Специальной подготовки не требуется. Кровь отправляется с помощью транспортной компании в Москву, где специалисты лаборатории проводят генетическое исследование. Лаборатория зарекомендовала себя очень с хорошей стороны. Это и качество исследования, это и доступная цена. Цена исследования в зависимости от теста начинается от 17 тысяч. Но для такого исследования эта цена не большая, не высокая. А максимальная какая? Максимальная цена до 50-70 тысяч. Всё зависит от перечня синдромов, которые исследуем. То есть от охвата возможных патологий. Какова точность выявления заболеваний? Точность неинвазивного пренатального теста составляет 99,9%. Что гораздо выше точности биохимического скрининга. Биохимический скрининг проходит каждая женщина на сроке беременности 12-13 недель. Это обязательный скрининг, который проводится на сроке 12-13 недель. Он оценивает именно гормональный фон женщины. И по уровню гормонов оценивается риск развития хромосомной патологии у ребёночка. Здесь получается тоже через забор крови, точно так же, как и биохимический скрининг, но идёт более развернутый анализ того, что происходит внутри матери, что происходит с ребёнком. В отличие от биохимического скрининга, из крови матери выделяется ДНК плода. И непосредственно ДНК плода исследуется на наличие генетических заболеваний. Поэтому такая высокая точность данного исследования. На каком сроке проводится данное исследование? Данное исследование можно проводить уже начиная с 9-10 недели беременности и далее. То есть можно проводить даже и на поздних сроках беременности. Но наиболее актуально нам оценить риск развития именно на ранних сроках, чтобы уже предпринять необходимые меры, если какой-то риск будет выявлен. Ну а о необходимых мерах, я думаю, что мы поговорим, когда будем о конкретных, говорить о вероятности развития конкретных болезней. Давайте вот к ним, наверное, и перейдем. Какие заболевания можно выявить при проведении данного исследования? И чем каждая из них опасна? Можно я скажу еще два слова? До сегодняшних, до последних дней, пока мы не заключили договор, насколько я знаю, мы единственная клиника, которая сейчас в Кировской области, которая дает такую возможность. Сейчас на протяжении уже длительного времени, около 20 лет, проводится инвазивный пренатальный тест, пренатальная диагностика, когда берут пуповинную кровь плода. То есть берут, в общем-то, большую иголочку, прокалывают, проникают. И она тоже достаточно точная, эта диагностика. И проводится бесплатно по показаниям, когда уже видят какие-то отклонения, несоответствия. Но она может повлечь за собой травматизацию самой беременной женщины, может повлечь за собой кровотечение и в том числе травматизацию плода. Хотя риск, в общем, достаточно минимальный, но он существует. Конечно, я бы на месте пациентки лишний раз боялась бы, чтобы меня трогали, кололи, тем более живот. Но если мы говорим о минусах, должны быть какие-то и плюсы инвазивного метода. Да все то же самое. Просто появилось... Да, плюсы то, что бесплатно. Но проводится не всем, проводится только по показаниям. Поэтому часть женщин может пройти внешне, казалось бы, все благополучно. На самом деле малыш может быть нездоров. Не все можно диагностировать на УЗИ и попасть в эту категорию пациенток, требующих инвазивный метод. Здесь пациентка может прийти по желанию сдать. Вот есть у нее информация, что в роду были рождены дети с какой-то патологией. Какие такие удобрения наследственные? Она может просто прийти и сдать. Ей не нужно искать показания. Вот, как раз про показания хотелось спросить. То есть, если в роду у кого-то были подобные отклонения, понятно, в первую очередь нужно идти, обращать внимание. Ну, допустим, она сделала УЗИ, но УЗИ патологии не видит. В принципе, она не подходит мне по возрасту. А женщина? Ну, вот конкретно по показаниям на инвазивный пренатальный тест. Это, естественно, возраст пациентки в сочетании с случаями аномалий развития, с показаниями по ультразвуковой диагностике, какие-то косвенные признаки отклонений в развитии. Все это в совокупности. Ну, еще какие-то показания, направление генетика. В совокупности это дает основания для инвазивного пренатального теста. Ну, и, конечно, и требует госпитализации. Даже на день, на два требует... Инвазивный метод. Да, напряжение. Ну, и, в общем-то, волнительный достаточно. Проще прийти сдать кровь. А если пациентка не попала в эту категорию, да, где заподозрили что-то, где пациентка сама неспокойная, она знает, что там у тети что-то было где-то когда-то, или у мамы рождался ребенок, ну, и так далее, и так далее, она неспокойна. Вот. Она может обсудить это дома с мужем вполне, и можно сдать... Можно сходить в генетику, можно не ходить, можно сдать полный перечень. Мы предоставляем такую возможность. То есть ей не требуется подтверждение, достаточно желание. А поясните, пожалуйста, изменение гормонального вот этого фона, гормонального состояния малыша, оно на течение всей беременности, то есть одинаковый вот этот вот набор, да, либо он может меняться? Гормональный или генетический? Вот про ДНК я конкретно спрашиваю, то, что мы исследуем. Гормоны – это другое. Гормоны – это биологически активные вещества, которые выбрасываются в кровь, да, и производятся железами внутренней секреции. Вот, мы сейчас говорим, если о генетических исследованиях, то гены какие есть, такие есть. Вот вы какая есть, какая я есть, такие мы. То есть достаточно этот тест сделать один раз за беременность? Да, да. И всё сразу... Нет, ничего не поменяется. Как сложилось уже, как соединились хромосомы, как клеточки объединились, мамина и папина, вот это мы и имеем. Да, ну что, тогда переходим всё-таки к конкретным заболеваниям, которые может выявить неинвазивный перинатальный тест. Ольга Леонидовна, расскажите, пожалуйста, что это за болезнь? Неинвазивный перинатальный тест в настоящее время позволяет выявить распространённые заболевания генетические. Это синдром Дауна, синдром Патау, Тернера, Эдвардса, Клинфельтера, дополнительные XY-хромосомы и множество других генетических заболеваний. Я поясню по более распространённым заболеваниям. Синдром Дауна – это часто хромосомное заболевание, которое характеризуется тяжёлой умственной отсталостью и врождёнными пороками у ребёнка. Синдром Эдвардса характеризуется нарушением интеллекта, дефектами развития мозга и других органов. Выживаемость таких детей до года не более 5%. Синдром Патау характеризуется тяжёлыми пороками развития и выживаемость до года тоже не более 5% таких детей. Синдром Клинфельтера характерен только для мальчиков и проявляется бесплодием и поражением эндокринной системы. Синдром Тернера характерен только для девочек, проявляется ожирением, маленьким ростом, физической отсталостью, поражением сердца. Дополнительные XY-хромосомы приводят к нарушениям психического и физического развития. А вообще, по Вашим данным, по Вашим оценкам, насколько высока вероятность того, что то или иное отклонение встречается у плода? По данным лаборатории Геномед, синдром Дауна встречается один раз на 500-800 рождённых малышей. Вот такая статистика. Да, удивительно это сложится, потому что как-то незамечаемо такого количества людей синдрома Дауна вокруг нас, хотя статистика довольно-таки насыщенная. Вы знаете, интересно то, что в своё время, лет 20-30 назад, рождался определённый процент детей с синдромом Дауна. Казалось бы, медицина шагнула далеко вперёд. Мы имеем возможности ультразвуковой диагностики с ранних сроков. Есть определённые характеристики, например, шейно-воротниковое пространство, на УЗИ смотрят, носовую кость. И в зависимости от этого мы можем заподозрить уже развитие, то есть это с ранних сроков, развитие синдрома Дауна и какой-то другой патологии. Потом мы имеем возможность скринингов, которыми охватываются все беременные. Потом мы имеем уже много лет инвазивную пренатальную диагностику. А статистика та же самая. Всё равно рождается вот такой процент, например. Почему? Потому что всё подстраивается. Мы охотимся. Они меняются. И может это вот, скажем, наказание, судьба. Не знаю. Может это даётся человечеству для какого-то переосмысления. Потому что меня удивило, когда я была давно, лет 15 назад в Финляндии, меня удивило, что по улицам ходили дети с синдромом Дауна, а у нас их что-то прячут, мы их видим редко. Я, в принципе, обращаю, да, ходят по городу. А там как-то мне вот попались в центре Хельсинки несколько человек, детишек. Прямо вот. Оказывается, во многих странах это считается нормальным, сохранять беременность даже при выявлении синдрома Дауна. То есть это не повод убить плода, плод. То есть на самом деле это вот много можно обсуждать про этические особенности нашей страны. Но, в общем-то, в нашей стране хорошо то, что она даёт людям право выбора. То есть хотят они, чтобы у них родился такой малыш с синдромом любви, как говорят, да, или не хотят. И, в общем-то, может наша страна покровожаднее, чем другие люди, другие страны. Но преимущество в том, что родители будущие имеют право выбора уже сейчас. И это важно. Потому что жить с больным ребёнком, это надо иметь большую силу, большую мудрость и, в общем-то, и общество, которое принимает этих малышей. Вот. И я хочу сказать, что, несмотря на все усилия, всё равно рождается вот определённое то же самое приблизительное количество малышей с отклонениями. Но тут даже не синдром Дауна опасность. Потому что эти дети, они всю жизнь дети, всю жизнь ангелы. Вот. Они не придумывают какую-нибудь пакость, не замысят коварство. Вот. Они открыты и доброжелательны. А тяжелее всего, когда рождаются дети с другой патологией. Даже если эту патологию выявляют уже в роддоме, родителям-то от этого не легче. Вот. И такие есть синдромы, при которых дети, допустим, кто-то живёт до пяти лет, кто-то, да, одиннадцати-двенадцати. У меня в своё время у соседей родился такой малыш. Это очень тяжело смотреть, и это мучительно тяжело. Такие дети, как правило, с этим синдромом не доживали до пяти лет. Но при хорошем уходе мама за ним ухаживала очень хорошо. Этот ребёнок прожил до, по-моему, одиннадцати-двенадцати. Это чудовищная мука для родителей. И это было очень тяжело, потому что родился-то он нормальный, но в результате неправильного обмена веществ он остановился в развитии, а потом стал инвалидом и физическим, и психическим. Это тяжело. Поэтому я считаю, что здорово диагностировать это в роддоме, но лучше диагностировать на какой-то стадии развития эмбриона, когда родители имеют право принять решение. Это гуманно. Мне кажется, это гуманно и по отношению и к ребёнку, он не будет страдать, и к родителям, и к детям, которые уже есть в этой семье. Им тоже как-то в обществе в этом надо жить, и все будут в классе говорить, а у него вот там брат или сестра. И у нас пока общество не готово принять вот так, мне кажется. Пытаются, да, пытаются. Но людям здоровым-то, нормальным тяжело жить. А уж тут, мне кажется, гуманно. Сегодня, на сегодняшнем этапе развития нашего общества, давать родителям право выбора. Да, удачусь, что сегодня в программе мы не даём конкретных рекомендаций, мы просто высказываем мнение специалистов, как бы они со своей стороны поступили, чтобы сделали. Хотелось мне вот эту тему, конечно, перенести на конец программы, но вот Ульяна Михайловна, приветствую, не могла никак остановить, да и не хотелось. Такие хорошие слова вы говорите, во многом я с вами согласна. Но вернёмся, наверное, к практической части нашей сегодняшней беседы, к неинвазимным скринингам, тестам принатальным. Итак, мы обсудили уже, какие отклонения могут быть выявлены с помощью этого теста. Что касается самой технологии получения этой информации, анализов получения, является ли это безопасным? Мы уже сегодня поговорили по инвазивной, неинвазивной методам. Давайте ещё раз проговорим, что чувствует мамочка, когда этот тест у нас даёт, когда она этот анализ даёт. Безопасно ли это для матери или для малыша, в первую очередь, интересует? Неинвазивный перенатальный тест абсолютно безопасен и для матери, и для будущего малыша. У мамы берётся 20 мл венозной крови. Данная кровь отправляется в лабораторию. В лаборатории специалисты выделяют из крови матери ДНК плода, которая появляется с 9-10 недели беременности, расшифровывают генетический код и определяют степень риска генетической патологии. Если степень риска генетической патологии менее 1%, то можно быть спокойными. А если более 1%, нужно проводить дополнительное обследование и проконсультироваться у генетика. На дополнительное обследование, тогда давайте сразу же немножечко объясним, что это может быть. Это уже будет принимать решение врач генетики в каждом конкретном случае, по каждому синдрому выявленному. Как проводится тест? Как я уже говорила, берётся кровь венозная у мамы, специальной подготовки не требуется. Мама может прийти в любое время суток и не натощак. Рекомендуется перед исследованием маме будущей выпить апельсиновый сок или скушать шоколадку, то есть скушать немножко чего-то сладкого. После этого, через 20 минут, в крови мамы появляется больше свобода циркулирующей ДНК плода. Так интересно. Как здорово. Мама угостила. Малыша, да. Так, а кровь на анализ взяли, что дальше с ней происходит? Отправляем в лабораторию с помощью курьерской службы. Отправляем в лабораторию. Единственной и неповторимой курьерской службы. Да. И ждём результат. Результат готов обычно бывает через 7-10 дней. То есть недели всё. Этого хватает. По рекомендациям, либо не по рекомендациям. То есть могут направить на этот тест, могут не направить. Да, это мы с Еленой Михайловной уже обсудили. В принципе, насколько я понимаю, что женщина сама принимает для себя решение. Это не обязательно. Но если есть определённые опасения, если есть наследственность, то не помешает этот тест провести. Де исследования проводятся, мы, в принципе, тоже уже объяснили. Да, и хочется ещё поговорить. Здесь, да, есть ещё что-то добавить? Да, у меня есть, например, чтобы пациенты чётко понимали, что на это исследование им специального направления не нужно. Это решения, которые принимают сами будущие родители. Это раз. Да, на это исследование может направить генетик. То есть это такая практика уже есть, и генетики к этому нормально относятся? Я не могу сказать. Как правило, мы общаемся с самими пациентами, чтобы генетик к нам направил. Такого не было. Я думаю, что городские генетики, они действуют по стандартам. А стандарты у них такие чётко знать и направить на инвазивную диагностику, ультразвуковую и биохимическую диагностику. То есть скрининги, которые проводятся в 11-12 недель. 12-13 недель. То есть сказать, что у генетиков есть стандарты направления в частную лабораторию геномед и в частную клинику мама, у городских генетиков, я думаю, таких стандартов нет. Скорее всего, у них возможности таких нет. Потому что любое направление, и пациент задаёт вопрос, почему мне из фонда обязательного медицинского страхования это не оплачивается. Поэтому любое направление генетика может быть использовано против него. А вот скажите, пожалуйста, Лена Михайловна, если женщина принимает решение провести неинвазивный тест, может ли она отказаться от инвазивного? Да, он обязательно проводится. Во-первых, инвазивный назначается по конкретным показаниям. С точки зрения генетического исследования, она та же самая генетическая база. Интернатива. Качество, да. Она может с этими показателями прийти к генетику. Сказать, я уже провела. Генетик, в принципе, может связаться с лабораторией по своему желанию. Согласие пациентки, да. Лаборатория, мы ничего не скрываем, никого не обманываем. Лаборатория и геномед. Цены точно такие же. На сайте у нас есть информация. Вы можете зайти на сайт геномеда, зайти, почитать, посмотреть. Поэтому, если у генетика возникают вопросы, никто ей, этому доктору, вернее, не мешает позвонить в лабораторию и задать вопросы доктору. Либо, может быть, пациентка в устном, письменном виде. Мы можем связаться с ними, если пациентка захочет что-то уточнить, попросить. Но, в принципе, конечно, это альтернатива. Те же самые исследования. Но я не думаю, что у генетиков Кировской области большой опыт в общении с этой лабораторией, с неинвазивным тестом. Они замечательные врачи. Просто, насколько я знаю, мы первые с ними договорились. Мы первые заключили договоры, начали работать. И из этого всего я делаю вывод, что, скорее всего, большого опыта у наших специалистов нет. Но, я надеюсь, нашими усилиями скоро будет. Да, мы тоже надеемся. Итак, по неинвазивным тестам, наверное, мы пока эту тему закроем. Если будут какие-то вопросы у слушателей, пожалуйста, обращайтесь. Как записаться? Куда позвонить? Куда прийти? Ольга Леонидовна. Предварительно нужно позвонить по телефону в наш медицинский центр «Мама». Номер телефона 387-100. И попросить записать на данное исследование. Лучше записаться к Махнем Ольге Леонидовне, то есть ко мне. Я проконсультирую по данному вопросу. Мы назначим конкретное время, в которое будет проведен забор крови. Ну, у нас есть еще мобильный телефон 44-58-98. Можно связаться сначала с Ольгой Леонидовной, если вы особенно находитесь в другом городе. Обсудить все с ней и уже договориться, когда вам стоит приехать на тест. И смотря какие виды теста, иногда мы должны заранее заказать пробирочки специальные. У нас не всегда есть все в полном наборе. Мы должны знать, что пациенты предпочтут. И там огромное количество исследований предоставляет эта лаборатория. Просто мы начали вот с такого жизненно важного для будущих родителей, для здоровья нашей нации. Вообще, я почему хотела бы сказать, что это исследование очень актуально сейчас. Дело в том, что на протяжении последних 100 лет, я бы сказала, человек вмешивается в естественный отбор очень активно. У нас рождаются дети, которые, в общем-то, не должны были родиться. Допустим, мы помогаем пациенткам, семейным парам, у кого есть выкидыши один за другим. Ведь у меня были пациенты, у которых было 17 выкидышей. Но это же тоже надо пережить. И природа не предусмотрела рождение у этой пары ребенка. Наверное, в силу каких-то особенностей. Ну, человечество идет вперед методом экстракорпорального оплодотворения, создает беременности. Рождаются детишки. И мы не знаем, какая у них хромосомная генетическая патология от родителей, от дедушек, бабушек и так далее. Естественно, диагностика вот эта позволяет родиться все-таки здоровым детям. Ну, в общем-то, все, что я хотела сказать. Но лаборатория, в общем-то, помогает всем. И еще, конечно, генетические исследования мы проводим еще с одной лабораторией. Они очень особенные. Так, вот об этом хотелось. Как раз последние минуты эфира остались. Да. На установление отсутствия во время беременности. Причем на ранних сроках, да? Вы говорили, что можно... Ну, вот сейчас Ольга Леонидовна вам расскажет подробно, потому что у нее просто кладить знания в этом направлении. А так мы можем выяснить во время беременности, кто отец, если есть сомнения. Если есть сомнения у самой пациентки, если она хочет доказать. И, в принципе, это можно и в судебных разбирательствах использовать. Да, вот. Эта лаборатория предлагает даже тест на измену. В общем-то, когда исследуют генетический материал биологических жидкостей, оставленных на одной простыне, например. Принадлежит это двум человеческим особям или трем. Ну, в общем, таким образом, ну, как-то, мне кажется, с точки зрения этической, куда важнее делать здоровое будущее нашей страны, чем разбираться в постельных этих приключениях. Да, ну, чтобы все вопросы, можно будет задавать Ольге Леонидовне по телефонам, которые озвучили. Давайте еще раз озвучим. А-3-7-7-100 и 4-4-5-8-9-8. Это мобильный телефон, можно отправить и сообщение. У нас есть вайбер на этом номере, но это длинный номер. И, в принципе, можно позвонить по вайберу, кому-то это будет бесплатно. Это МТСовский телефон, так что, в общем-то, мы открыты для связи. Можно по электронной почте написать Ольге Леонидовне письмо. На сайте у нас есть именно для нее. И Ольга Леонидовна его получит, я вас уверяю. Другое дело, что, если вы захотите с ней лично поговорить и сначала как-то задать вопросы, а стоит вам это делать, что-то не стоит, вы можете просто связаться с ней по этим телефонам. Даже если она занята будет, вам администраторы скажут, когда она освободится, и она обязательно с вами пообщается и ответит на все ваши вопросы. Ну, что информацию усвоили, сегодня мы говорили о ДНК-исследованиях, в частности, о неинвазивном перинатальном тесте. Это была программа «Слушайте доктора». У нас сегодня были замечательные гости, всегда рада их видеть в студии. Это Ульяна Подгорная, специалист медцентра «Мама», гинеколог-эндокринолог и Ольга Махнёва, главный врач медцентра «Мама». Спасибо вам большое. Да, мы что пришли, да, будем ждать вас на уме. Спасибо, уважаемые слушатели, спасибо всем, Вера, вам спасибо. И, в общем-то, мы за здоровую нацию. Спасибо, до свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь у специалиста.